Реализация послания президента страны улучшит жизнь всех казахстанцев. Об этом говорили за круглым столом, который был организован в Западноказахстанском университете имени Мохамбета Утимисова. Преподаватели, студенты и народные избранники обсудили ключевые направления программного документа, обозначили задачи на перспективу. В ВУЗе 90-летней истории к обсуждению предстоящих реформ, которые в своем выступлении анонсировал глава государства, подошли основательно. Были подготовлены доклады по основным направлениям программного документа. Ключевой посыл послания – улучшение жизни всех казахстанцев. Государство обеспечит равенство, возможность и справедливость для всех. Таким образом, структурно-экономические преобразования станут продолжением политической модернизации. Предстоит огромная работа по реальной диверсификации экономики, отметили спикеры. На третье место президент ставит развитие инноваций, повышение производительности труда, потому что на данный момент это как бы одна из системных проблем экономики. Точно так же, как и сырьевая зависимость для достижения данных приоритетов. Президент считает, что необходимо, во-первых, это стимулировать частную предпринимательскую инициативу, а именно отход от чрезмерного государственного вмешательства в процесс ценообразования. Во-вторых, важная задача, приоритет – это развитие конкуренции, именно обеспечение равных возможностей для всех. Ну и третье, конечно же, как я уже сказала, это равномерное распределение национального дохода наших граждан. В послании глава государства анонсировал проведение в дни очередных выборов президента Казахстана и предложил организовать их уже этой осенью. Выборы и президента, и депутатов Мажелиса, Маслихатов пройдут по новым политическим правилам. То есть президент продолжает проводить политические реформы. Те реформы, о необходимости которых он заявил еще в своем первом послании. То есть он последователен в своих действиях и нацелен, как мне представляется, действительно нацелен на то, чтобы модернизировать политическую систему, модернизировать нашу власть. За круглым столом состоялся конструктивный обмен мнениями. Так, председатель Совета молодых ученых ВУЗа Айбек Сарманов рассказал о путях решения проблемы водных ресурсов. Политолог Турар Шайхиев остановился на новом этапе политических реформ. Нужно отметить, что по поручению президента будет скорректирована и система социального обеспечения. Так, с 2024 года 50% от ежегодного инвестиционного дохода нацфонда будут отчислять на специальные счета детей до достижения ими 18 лет. Их можно будет потратить на образование и приобретение жилья.